В начале было слово, и прежде чем с легким взмахом кисти оно легло на бумагу, ему пришлось пройти долгий путь. «Сёдо» по-японски буквально означает «путь слова», путь человека, который хочет это слово выразить графически. Иначе говоря, «сёдо» — это искусство японской каллиграфии. Очень давно вместе с иероглифами оно пришло в Японию из Китая, и с тех пор почти каждый уважающий себя японец с детства учится выражать свои чувства в красиво написанных иероглифах. Каллиграфия, скорее можно даже сказать, как искусство может быть в некой степени самовыражение. Можно и так сказать, поскольку считается, что как вы напишите иероглиф, это выражение вашего нынешнего духовного состояния. Как вы красиво смогли его написать, насколько. Тонкая рисовая бумага, специальные кисти и тушь. Даже сами инструменты для каллиграфии обладают особой притягательностью. Так и хочется поскорее обмакнуть кисть в чернильницу и попробовать написать какой-нибудь замысловатый иероглиф. Но занятие каллиграфией не терпит суеты. Для тех, кто встал на путь слова, это искусство становится образом жизни. Те, кто занимаются каллиграфией, настоящие мастера, у них, в принципе, даже есть определенные физические упражнения вплоть до дыхательных. Люди учатся правильно дышать для того, чтобы красиво писать иероглифы, да. В каллиграфической работе присутствует строгая завершенность. Как правило, на одном листе пишется только одно слово, но именно то, которое хочется выразить здесь и сейчас. В нем может быть скрыт особенный смысл, понятный только вам. Мастер каллиграфии с помощью бумаги и туши сможет выразить все, что угодно. Например, мое имя будет выглядеть вот так. К сожалению, в нашем городе пока нет специальных курсов японской каллиграфии. Поэтому всем желающим приходится ловить момент и учиться у японских мастеров, которые иногда приезжают в Новосибирск и дают мастер-классы. Но помните, однажды вступив на путь слова, очень сложно повернуть обратно.